Попочка моя любименькая, накакай мне какашечку. Ммм, как вкусненькая, ням-ням-ням. Как вкусненькая твоя какашечка, она такая тёпленькая. Ох, наконец-то я доделал это. Прошу прощения за долгое отсутствие, многое поменялось. Переезд занял много времени, но теперь на смену мобильному интернету пришла нормальная оптика. Это значит, что я наконец могу провести стрим. Что я и сделаю. В день, когда выйдет этот видос, я запущу стрим на этом канале в 18.00 по МСК. Ну а сейчас, вы на канале Брэна, с вами Брэн, приятного просмотра. И также прошу прощения за мой гнусавый голос. Во время записи озвучки я приболел, и поэтому так получилось. После того, как мы подобрали в свой флот нужные нам корабли, в моём случае это кастомная коробка с двумя слоями брони, которая в одно лицо разносит ударные группы. Что уж говорить об обычных корабликах. Так вот, после сбора флота, принц Фазиль передаёт нам горшочек. И просит передать его Тархану Амархану, когда мы его встретим. Это даст сразу два уровня репутации у Тархана. И сразу запишет в наш флот. В горшочке этом находится какая-то мазь, приятно пахнущая. И тут два варианта. Либо это хаш, местный наркотик. Либо у Амара болят колени. Далее в одном из городов нас к себе приглашает местный доян. И так как он стар, а детей не наплодил, своё наследство он передаёт нам. Наследство – это страницы из священной книги пророка Исаия. А конкретно кусочки из 52-й и 53-й главы этой книги. Все страницы, которые можно найти в игре, сейчас у вас на экране. Эта книга осталась от людей, которые жили на этих землях много лет назад. По словам некоторых персонажей, они были намного развитей и по технологиям, и по знаниям. Итак, как мы помним, по столице прилетело мирным атомом, по самый период полураспада. И мы начинаем ощущать на себе последствия ядерных реакций. А именно, начало ядерной зимы. Утро никак не начинается, так как небо над Гератом застелило пеплом. Это грозит нам в будущем невыносимыми холодами. Будет мерзнуть команда, из-за чего нам нужно будет раздобыть одежду, чтобы не падала мораль. Будут мерзнуть корабли, и мы будем постоянно жечь топливо, чтобы обогревать их. Только вот на геймплее эти морозы никак не отражаются. Через некоторое время Пётр Шахин сообщит нам, что все ударные группы противника возвращаются в Хиву. И чем дольше мы стоим на месте, тем сильнее враг в Хиве. На самом деле нет. Но если достаточно близко подойти к Хиве, лорд-наместник отправит нам сообщение с предложением выйти раз на раз. Мы вправе проигнорировать его приглашение. Но, если согласиться, можно не только пообщаться и устроить честный бой, но и завербовать лорда-наместника, убедив его, что именно мы пророк и скот Герата. Это очень не понравится одному из ваших тарханов, чьего отца убили люди-наместника. И есть выбор, на чью сторону встать. Также, примерно в это время, из столицы вернется крейсер Диана. Всех это воодушевляет, но только не адмирала Дауда. Ведь он понимает, что Пётр Шахин в самом начале скрыл приказ Верховного командования возвращаться в столицу. Убедил команду, что ядерный взрыв убил всех, и устроил так, чтобы мы пошли в Хиву. Нам же дается выбор арестовать Петра или Дауда. Но есть подвох. Дело вот в чем. Есть возможность убедить Петра сложить оружие и сдаться добровольно. Для этого надо поднять уровень доброты до трех. Тогда Пётр согласится с тем, что он козел, и пойдет под трибунал. Дауд, в свою очередь поняв, что возвращаться мы не будем, решает покинуть эскадру. Но тут игра вылетает. Она просто не может продолжиться без Петра на борту. Поэтому наш выбор – это второй вариант, в котором Дауд умирает от руки Петра. И мы продолжаем поход на Хиву. Прибыв в Хиву и пробравшись через гарнизон, нас встречает весь город. И нас сразу ведут в хранилище с плутонием, ураном, метаном и прочими радостями. Но Пётр просчитался. И собрание терпеть нашу выходку не собирается. И никаких переговоров не будет. Вместо этого нам угрожают ядерным оружием, которым разбомбили столицу. Действовать надо быстро. На нас натравили два ракетоносца с этим самым оружием. Но не все так плохо. После инструктажа от Петра все тарханы дают нам присягу. И несколько кораблей. Их количество зависит от уровня отношений, которые мы успели нагриндить за время прохождения. Такое количество кораблей, вкупе с тем, что деньги больше не нужны, и наемники, топливо и ресурсы достаются нам за спасибо, несколько облегчают ситуацию. Не облегчают ситуацию ядерной атаки, которая очень больно бьют и корабли, и города. А Хива нам нужна в целости. Потому к городу эти ракетоносители нам пускать запрещено. Ну а после нахождения всех ракетоносцев и ударных групп противника, можно выдохнуть. Петр объявляет о завершении операции и ведет нас в Хиву, к одной из колонн, на которой написано что-то на том же языке, что и коды Герата. И титры, в конце которых есть намек на продолжение. Концовка, если честно, меня расстроила тем, что она открытая. И теперь надо ждать полного продолжения. Либо DLC, в которых хоть что-то прояснится. Ну да ладно, сюжетная часть на этом кончается, и можно поговорить про дополнительные активности. Дополнительных активностей на самом деле куча. И от них зависят параметры команды, благодаря которым будет рассчитываться шанс на успешные действия. Такие, как выступления перед командой во время начала ядерной зимы. Также некоторые действия будут давать или отнимать мораль и деньги. Выделить я могу несколько уникальных активностей. Итак, караваны. Эти ребята, помимо того, что предлагают возможность узнать информацию по перемещению противника, местонахождению тарханов или о скрытых городах на выбор, они еще и рассказывают истории о мире при встрече. Например, про то, что в пустыне начали пропадать караваны. Они, подумав на пиратов, пришли к ним по привычной схеме платить выкуп. А те, в свою очередь, вообще не понимают, про какие караваны они говорят. Никого они не грабили и в плен не брали. Но караваны-то пропадать продолжают, а главное без следа. И они делают вывод, что есть что-то в пустыне. Отчего и происходит вся эта чертовщина. Кстати, можно догадаться, что намек здесь на огромного пустынного червя. Как в Дюне. Даже в аудиофайлах есть его рев. Который нигде не используется. Кстати, в папке с игрой еще много чего интересного есть из того, что в игре просто так найти нельзя. Кстати, о тайных городах. Получив информацию по ним, которая выглядит как направление куда-то туда далеко, нам нужно его найти. Можно делать это с помощью радара по земле. И попав в этот город, можно передохнуть. И остаться здесь настолько, сколько влезет. Проблема в том, что просто ожидая в городе, рано или поздно нас дадут собранию. И по нашу душу прилетят сначала ракеты, потом самолеты, а за ними и ударные группы. А здесь крыс не любят, ровно как и собрание, а потому можно спокойно восстановить запас топлива и морали. Ну и отремонтировать свои корабли. Есть также очень полезные события, такие как меч домокла. Оно дает нам халявный запас ядерного оружия, которое пригодится нам после захвата Хивы. События и ничейные люди позволят нам получить уникальный в игре подарок для тарханов. Наложница. Не ультимативная, не всем может понравиться то, что вы дарите людей, но возможность получить ее единственное в игре. Одежда элаимов. В одном из городов к нам подойдет торгаш, который может подарить нам очень дорогие королевские одеяния. И появляется выбор, либо носить их и получить уважение местных, но плевок в спину от Дауда, либо продать за 5000, кому что нужнее. Единственный долго играющий квест это вопрос чести. Один из доинов называет нас собакой паршивой. И нам предлагается возможность найти и покарать его. Нам называют его позывной. И его придется выслеживать на глобальной карте, вычисляя по перехваченным радиопереговорам его направление. Увы, на момент, когда я играл, этот квест был сломан, и позывной просто не выдавался. Событие предатель полусюжетное. В нем нам сообщают, что один из наших приближенных сливает информацию собранию. И все подозрения падают на принца Фазиля. На выбор предлагают представить охрану к Фазилю и испортить с ним отношения, или оставить все как есть. Также есть события, которые принуждают нас остаться в городе на длительный срок. А это, как мы помним, чревато нашим обнаружением. Одно из таких – чрезвычайная ситуация. Мы прибываем в город, в котором бомбануло топливное хранилище. И старейшина умоляет нас помочь ему в разборе завалов, за что подряд нам 6000 тонн топлива. Ну что, еще не уснули? В общем, я прерываю рассказ о событиях. Все они хоть и разные, но несут в себе одну цель – что-то дать или что-то отнять. Будь то характеристики, ресурсы или время. Далее поговорим о персонажах. В первую очередь поговорим о первоначальной команде, состоящей из Петра Шахина, Дауда и принца Фазиля. Петр Шахин – хороший офицер и добрый малый. Готов пойти на все ради миссии и восстановления империи Романи. Даже на предательство, как бы парадоксально это ни звучало. Адмирал Дауд – типичный вояка, в руках оружия, а в голове приказ. Никому не доверяет, постоянно сомневается. Но, несмотря ни на что, ценит порядок и субординацию. Принц Фазиль – смутный тип. О нем толком ничего не известно, кроме того, что он королевских кровей. Всегда носит золотую маску, полностью скрывающую лицо. Очень уважаем местными. Имеет твердый характер, что даже Дауд не получил от него никаких сведений во время допроса. Теперь же займемся второстепенными, но не менее интересными персонажами – Тарханами. Первый Тархан, которого вы встретите, будет Амар Хан, представитель местной диаспоры, которого можно сразу взять в свой флот благодаря подарку от Фазиля. Но никто не запрещает начать с ним диалог и уговорить самому. Далее Аль Сахир – еще один сюжетный Тархан. Если вы его не возьмете, он задолбает вас своими смс-ками. Единственный сын короля Герата. Его отца убило собрание, скинув с корабля. И теперь он жаждет мести и смерти лорда-наместника. Присоединится к вам без уговоров, сразу с двумя уровнями репутации. Адмирал Ван – бывший офицер собрания, не разделивший взгляды со своим командованием. И ушедший со службы на вольные хлеба, взяв с собой своих людей. Справедливый, ценящий силу и достаток. Суровый. И уважающий империю Романи. Емельян Гулаев – старый вояка, которого отправили в Герат в первых рядах. Да так и оставили тут. Другими словами, бросили. Несмотря на это, Емельян остался верен империи, но недолюбливает местных. Ицхак Ра. Встреча с ним начинается с выстрела в нашу сторону, которую можно развить до полномасштабного боя. Правда, это заблокирует этого Тархана, так как мертвых в армию нанять тяжело. Но если потерпеть, то он выйдет из корабля и попросит прощения за такую дерзость, объяснив это довольно неожиданным визитом. Ицхак Ра – очень добрый персонаж. Не видит ничего плохого в обоих народах. Ненавидит насилие, но очень любит роскошь и богатство. Княжна Иси – единственная женщина среди Тарханов. Она из богатого дома, что можно понять по ее одежде и по золоченным саблям, которыми вооружены ее люди. Не очень любит Романи, но предана своему народу. Ненавидит насилие и склоняется к вере. Надир Бек – глава клана пиратов Барракат. Несмотря на то, что он пират, его можно нанять к себе во флот. Он верующий человек, который любит богатство и руководствуется силой, нежели переговорами. Кстати, ненавидит Романи. Суджа Исани – рыцарь Дустама. Его мы встречаем во дворе Чайханы. Встречаем мы его за дуэлью, а точнее ее окончанием. Своего оппонента он убил за то, что тот его оскорбил. Но покойник даже не успел вытащить свой меч. На что Суджа ответит, что это все равно ничего бы не решило. В отличие от всех Тарханов, вооружен полуторным мечом. Мы можем взять его под арест, но такой человек будет полезен во флоте. Ценит силу и не ценит порядок, что неудивительно по событиям, произошедшим в Чайхане. Лорд-Наместник. С ним мы встречаемся единственный раз за игру по сюжету. И это будет шанс завербовать его и открыть уникальный корабль – Варяг. Чтобы начать его вербовку, надо сказать ему, что люди считают нас пророком. Он и сам в это верит, но боится признать. Убедив его вступить в наш флот, на корабле произойдет сцена с Альсахиром, который захочет лично отомстить за своего отца. Приняв сторону Альсахира, лорд-Наместник умрет. А приняв сторону Наместника, Альсахир останется жив, что я считаю багом. Ну и последний персонаж, который есть в игре. Это мы. Да, нигде нет нашего портрета, но он есть в файлах игры. И его внешний вид как бы намекает на царское происхождение нашего персонажа. Ну и под конец поговорим про редактор. Рай для инженеров. Вы можете сделать боевую единицу, которая будет разрывать все на своем пути. А можете сделать что-то мемное. Для конструирования у нас есть все, чего не хватало в моем конструкторе в детстве. А именно реактивные двигатели, пушки разных калибров, броня, ракеты, бомбы. Да, всего этого не хватало в моем конструкторе. Ну и сделать мы можем что угодно. Боевые суда, боевые туда. Все, на что хватит вашей фантазии. Но если вы захотите свое творение взять с собой в сюжет, то в таком случае нужно учитывать параметры и характеристики вашей машины. Так как в самом начале бюджет маленький. А чтобы он увеличивался, нужно раз за разом перепроходить игру. Помимо создания, есть возможность изменять уже готовые корабли. Если они вам не нравятся. Или у вас есть вопросы к их конструкции. Ну и конечно режим тестирования, в котором можно опробовать свое чудо в бою. С разнообразным количеством и типами противников. И сейчас, как и обещал, ответы на вопросы под предыдущим роликом. Сразу скажу, что все, что я отвечу, не является истиной. А лишь моим предположением, с которым вы можете быть не согласны. Про червя вопрос задавал Билли Зей. И я упомянул о нем во время повествования. А вот товарищ Листком задал ряд интересных вопросов. Орфография вопросов сохранена. Погнали. Тому ли роду из Хаммерфайт, Саяди, принадлежит главный герой? Думаю, что нет. Даже если это все-таки одна вселенная, то он ближе к местному населению Герата, нежели к империи Романии. Которая по всем признакам аллюзия на Российскую империю. Но родства главного героя из Хаммерфайт с главным героем из Хайфлит я не отрицаю. В конце Хаммерфайта же нам показывают текст, который записан как заповеди. И подпись из рукописей Саяди. Что все-таки означает, что это один мир. А род Саяди стал для местных святым. Как некогда святой была книга пророка Исаия. Какого рода катастрофа произошла в мире? Изначально в игре не поясняется, какая именно катастрофа произошла. Единственное, что говорится прямо в лоб, это просто локальная гражданская война на территории Герата. Двух несогласных друг с другом объединений, к которой присоединяется империя Романи, так как Герат был источником почти что всех ресурсов. А вот эта война уже и привела к ядерной катастрофе. Сначала при ударе по столице Романи, Салему, а после и при войне за реактор Хивы. Что будет, если в середине игры медлить при наступлении ядерной зимы и не идти к ядерному реактору в Хиве? Ничего особенного. Я в рамках подготовки к ролику облетал каждый город и на одно прохождение тратил порядком около пяти часов. И единственный негативный эффект, с которым я столкнулся, постоянная трата топлива на обогрев кораблей. Как известно, в одном из миров вангеров, кажется подводным, есть знак русского герба. И интересно узнать, это или русской империи это знак? Вполне возможно, что символ именно этой империи. Но в таком случае нам нужно учитывать, что игра находится во вселенной вангеров. А так как ни одного упоминания инсектоидной расы в игре нет, то такое может быть только при двух условиях. Люди еще не начали прыгать по мирам, при этом главного героя все называют пророком, за свое умение читать священную книгу. А спиритов во вселенной вангеров называли не иначе, как пророками, что делает нашего попаданца одним из первых. На самом деле не делает, но так и рождаются фанатские теории. Вы все за меня докрутите. Либо люди еще не добрались до мира Криспа, и экспансия вселенной идет тихо-мирно. Тогда возникает другой вопрос. А где технологии-то? Окей, в игре четко говорят, что предки были намного технологичней. Но если они ушли, где их дары и наследие? Не ясно. Возможно ли, что ядерная зима из-за бомбардировки столицы привела этот мир к тому, что мы видели в Хаммерфайте, то есть к откату в средневековье? Вряд ли одна локальная ядерная катастрофа сразу могла привести к этому, но катализатором вполне могла стать. Относится ли эта игра вообще к вангерам? Ведь тут нет ни слова про инсектоидов. Или это все-таки очень большой приквел к вангерам? В принципе, все описал выше про связь с вангерами. А если это и приквел, то очень ранний приквел. Приквел настолько, что является приквелом к периметру. Ну и последнее. Каким образом люди смогли строить таких эсполинов? Пипалацев 2.0. Истребители, ракеты, бомбы, продвинутую технику. Если все, что сохранилось после катастрофы, это кода, то есть Библия. Не написано же в ней, как все это собирать. Или вся информация хранилась на компьютерах уже в то время. Поэтому эта книга единственная, потому что книг было в целом мало. Все, что сохранилось, это очень размытое понятие. Все, что сохранилось из уникальных и значимых вещей. Это действительно может быть книга пророка Исаия. А вот книг про кораблестроение и, в принципе, научной литературы завались. А поэтому ее и не упоминают. Она есть и все тут. В связи с этим непонятно. Катастрофа отодвинула их в технологическом плане. Или наоборот, дала буст в технологиях. Если же первое, то интересно, какими технологиями империя обладала до этого. Катастрофа определенно отодвинула их. Так как предшественники упоминаются как намного более умные и классные. Но нам вряд ли их покажут. Хотя, может быть в DLC. Какая будет концовка, если потерять Севастополь? Game over. И уж точно последнее. Правильно ли я понимаю, что все люди в этом мире общаются и пишут и читают на международном языке. И только князь знает истинно русскую мову. На этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. Я тут слышал, что у нас скоро Хэллоуин. И принято всех пугать. И поэтому я попробую испугать вас хоррором, который имеет важное место в моей жизни. Так как это первая игра в жанре ужасы, в которую я поиграл. Спасибо за просмотр. И до встречи на этом канале.